Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком необычном экзотическом растении, как венерина мухоловка. Венерина мухоловка необычна не только своим внешним видом, но она необычна еще и способом питания. Это растение, которое питается насекомыми. Почему это так произошло? В природе венерина мухоловка растет по окраинам болот. Это тропическое растение. И места, где она растет, очень бедны азотом. И растение научилось получать азот, улавливая своими ловушками насекомых, переваривая его. И таким образом получает азот, который необходим для роста наземной части. Сложно ли вырастить венерину мухоловку, или как ее еще по-другому называют, дианею, на подоконнике? Вырастить ее, в принципе, несложно. Но это растение очень требовательно к условиям содержания. И, во-первых, это яркий солнечный свет. Растение должно быть не менее 4 часов в день освещено солнцем. В наши пасмурные дни, когда солнечного света иногда не бывает не только один день, но и целую неделю, для успешного роста венерной мухоловки нужно сделать дополнительное освещение и подсветку с помощью фетодиодной лампы. И освещать не менее 4 часов. И вот, когда вы выращиваете мухоловку, возникает такая сложность. Растение освещено солнцем, и горшок, в котором она растет, нагревается. А корни венерной мухоловки очень не любят перегрев. И вот для того, чтобы избежать перегрева корней, это растение нужно сажать в белый горшок. Белый свет отразит изличную солнечную энергию, и корни не будут перегреваться. Вот такой горшок, в принципе, подойдет, но можно взять и побольше. И когда вы будете выбирать горшок, то не старайтесь выбрать глубокий горшок. А достаточно того горшка, высота которого совпадает с предыдущим, но выбирайте горшок немножко пошире. А теперь о самом интересном, как питается венерная мухоловка. Вот в эти вот такие лепестки попадают насекомые, лепесточки схлопываются, и растение начинает переваривать насекомые. Если ваша венерная мухоловка в летний период растет на открытом воздухе, а это можно сделать, то она пропитание себе добудет сама. А вот если она у вас растет в комнате на подоконнике, причем в такой комнате, где насекомых практически нет, вам придется ее подкармливать. Одной мухи или одного насекомого достаточно на полтора-два месяца. То есть венерная мухоловка ест редко. И когда попадает насекомое в ее ловушке, оно переваривается в течение 10 дней. То есть если вы будете кормить мухоловку искусственно, достаточно одно насекомое, но насекомое должно быть живое, потому что она реагирует вот именно на шевеление. Поместить сюда насекомое, ловушка схлопнется, и в течение двух месяцев растение будет получать азот. Не надо дразнить мухоловку. Вот иногда очень хочется вот так вот кнуть сюда и посмотреть, как эти вот схлопнутся, вот эти вот створки. Дело в том, что створки работают только три раза. Три раза схлопнулись, раскрылись, а потом они отпадают. Вот это растение не нужно удобрять вообще. Оно растет на такой бедной почве, что оно не нуждается в дополнительных подкормках. Поливать можно как в горшок, так и можно в поддон. Но есть одно условие. Влажность должна быть всегда одинаковой. То есть не надо ни заливать, не надо ни пересушивать. Нужно всегда поддерживать постоянный уровень влажности. Когда наступает осень и зима, многие с ужасом смотрят на свою мухоловку. Они видят, что листья отпадают и чернеют, и она становится очень неприглядной. Вот здесь не стоит паниковать, потому что у этого растения начинается период покоя. И в это время мухоловку нужно поместить в самое прохладное место вашей комнаты, вплоть до нижней полки холодильника. Если есть хорошо проветриваемый погреб, то можно даже поместить ее и туда. Мухоловка будет спать до февраля. В феврале медленно, как говорят специалисты, лениво мухоловка начинает просыпаться. У нее начинают появляться новые ростки. И вот здесь как раз мы ставим ее на солнечный свет. И где-то в начале ее дня она уже примет свой первоначальный вид и начнет активно развиваться. Это растение цветет. Вот здесь у нас завязался бутон. И он расцветет таким бледно-сиреневым интересным цветком. Вот такие нетрудные, но очень нужные для этого растения способы помогут вам вырастить правильно и успешно справиться с этим экзотическим растением на вашем подоконнике.